Иногда приходит женщина, которая говорит, я идеально носила, я идеально рожала, я служила музыку во время беременности, я гуляла по паркам, но ребеночек родился с каким-то отклонением. Бывает, женщина приходит и говорит, ой, меня там муж бил, я там пахала, я таскала сумки, а ребятенок просто идеальный. Сколько бывает таких случаев с ВИЧ, с ПИД, с алкоголизмом, с наркоманией, когда абсолютно неблагоприятный фон для родов, а рожают прекрасных детей, мы не видим ни органической патологии, ни аутоиммунной патологии, мы видим полностью интеллектуального и когнитивно-сохранного ребенка, то есть ребенок, у которого хорошее развитие, у которого прекрасный интеллект, у которого замечательная память, то есть у мамы или у папы с абсолютной зависимостью от каких-то психоактивных веществ. То есть вот так. Раз на раз. Вот эти вот случаи на консультацию психолога, когда приходит женщина, у которой есть какое-то расстройство, да, либо у супруга есть расстройство, либо у их ребеночка есть расстройство, часто задается вопросом, есть ли вероятность того, что это наследственный элемент, и есть ли угроза того, что вот это расстройство будет передаваться и дальше. То есть мало того, что сейчас мне уже тяжело, да, ребеночек с особенностями растет каким-то расстройством, а есть ли смысл рожать второго, если будет повторение, я же не осилю. И вот эти вот мысли, одолевающие женщину, моего клиента или мужчину, да, они прям давлеют над ним. Насколько момент расстройства является генетически заложенным в человека? Но здесь расстройства должны быть разные, потому что есть расстройства, которые в любом случае тебе дадут трех больных детей, есть расстройства, которые дадут одного больного ребенка и всех остальных до трех абсолютно здоровых. Поэтому, что касается именно рожать во второй раз или не рожать, это сугубо индивидуально. Здесь нужно смотреть, какое расстройство и как с этим расстройством можно будет потом адаптироваться. Бывают достаточно крепкие пары. Бывают пары, которые на первых же парах какой-то проблемы распадаются. И вот здесь нужно смотреть очень индивидуально. Но генетика – это такая штука, которая очень слабо изучена и она всегда дает не очень положительный результат. То есть генетику исключать мы не можем. Говорим мы о психических заболеваниях, говорим мы о сахарном диабете или о сосудистых заболеваниях, оно всегда будет. И, как правило, у нас в обществе определенное поведение в питании, определенное поведение в привычках, определенное поведение в физической нагрузке. То есть если я читаю, мой ребенок, скорее всего, будет читать. Но если я никогда не держала в руках книгу, мой ребенок тоже не будет ее держать. Да, да, да. И вот это вот именно поведение, оно говорит о том, что, да, если мы питаемся бургерами, да, мой ребенок питается бургерами, мой внук питается бургером, скорее всего, у нас будет расстройство в какой-то сфере, допустим, там, сахарного диабета, каких-то инсультов, инфарктов и вообще будут сосудистые нарушения. То здесь и генетика, и поведение, оно играет против тебя. И, скорее всего, да, если твой супруг, там, не знаю, в скором будущем заболеет чем-то, то и дети, и внуки будут этим болеть. Ну и также мы говорим, есть генетические заболевания от женщины, да, считается, что, допустим, там, шизофрения, она передается по женскому типу, да. Вот, то есть здесь вот есть вот такие еще моменты. Иногда здоровая хромосома мужская и не очень здоровая женская, да, но вот тут вот есть вероятность того, что либо он будет здоровым ребятенком, либо нет. Наследственность – это вообще огромный-огромный такой класс для того, чтобы порассуждать. Но как оно произойдет, предугадать достаточно сложно, хотя генетики уже это делают. То есть у нас даже очень много центров, которые генетически тебе могут прямо вот рассказать, будет или не будет. То есть правильнее всего будет для того, чтобы не идти на слепой риск, да, это сдать все анализы, подготовиться к помощи беременности. Конечно, планирование беременности. Исти беременность правильную, хорошего специалиста. Но при всем при этом, если у нас в анамнезе есть что-то, на что стоит обратить внимание, наша задача – это учитывать. Да. И всегда контролировать тот или иной фактор. Да, да. То есть это нужно делать обязательно. Не 100%, что у вас это получится предугадать, но, по крайней мере, минимизирует риск. Продолжение следует...